А вот у тебя на лобовом стекле висел талисман, который притягивает деньги, а где он сейчас? Выкинул к чертям собачьим, после того, как в меня въехала инкассаторская машина. Дед Петлюха понял, что жена ему изменяет. Когда на вопрос, что будем делать, жена ответила, что угодно, только не стреляй по шкафу. А почему наш начальник иногда так плоско шутит? У него же прекрасное чувство юмора, выявляет Подхалимов. Два мужика возвращаются с ухоты без добычи. Петлюха говорит, Вовочка, у меня дома тёща опять урать будет. Давай пойдём в бар, набухаемся. Вовочка говорит, Петрович, на медведя надо идти трезвым. Мартёна, ты мне можешь одолжить сотню. А когда отдашь? Я первый спросил. Есть женщины, которым мужики говорят, ты моя, и они тают. А есть мужики, которым женщины говорят, ты мой. И они моют. К какому семейству относится огурец? Солёный? Путь солёный, какая разница. Но если солёный, то к семейству закусочных. Гости осматривают новый ремонт. Половина третьей части дома перегорожена, и там сделана спортивная комната. Она говорит, у нас тут спортивный зал. Гости спрашивают, а вы что тут делаете? Муж говорит, мы тут присосим. Ты слышал, что в России тоже начали изготавлять тамагочи? Нет? А чем русские отличаются от японских? Так если их не кормить, то они не умирают, а матерятся? Один новый русский спрашивает у другого. Так, стало быть, ты хочешь получить от меня взаймы тысячу баксов? А какова гарантия, что ты мне их вернёшь? А тот говорит, ну, слово честного человека. А первый говорит, вот сегодня вечером ты его ко мне приводи и посмотрим. Поговорим. Два сниковика около кинотеатра начали беседу. Один говорит, завтра будут показывать фильм «Белое солнце пустыни». Другой отвечает, какой идиот додумался. В праздничные дни показывают фильм ужасников. Если видео вам понравилось, прошу делиться в социальных сетях, подписываться на канал. Субтитры подогнал «Симон»!